всем привет из берлина добро пожаловать на мой канал мы уже дома так как вы поняли уже несколько дней но у нас такая знаете стояла жара просто ужас один день 38 следующий день тоже 38 вчера вообще было 40 вообще на улицу сын г вчера вообще не выходили даже вечером на террасу не выходили потому что даже вечером было уже 9 часов вечера и все равно градусник показывала 32 градуса поэтому даже не выходили ничего не хотелось не снимать не делать просто отдыхали сейчас надо съездить магазин закупиться да потому что уже продуктов нету отдохнули очень хорошо да в отпуске и три дня на море были да потом заехали же в ребель да на праздники побывали очень красивый праздник как всегда да нам понравился мы каждый год там почти говорила да бываем на этом празднике и и всегда как в первый раз но в этот раз люди очень были такие веселые задорные да видно что люди соскучились по праздникам соскучились по общению да из-за этой короны и очень были такие как никогда расслабленные да и веселились и танцевали многие же да показывала вам и так было все интересно прекрасно отдохнули да инга свою любовь там первую встретил да за сколько лет каждый год ездим и все надеялся что где-то ее там увидит да с ней поговорит но встретился ингин друг да ну подвел ягод вот это инга жена его туда-сюда но она так на него посмотрела ну поздоровалась посмотрела ну даже ничего не сказала не не спросила не поговорила инга конечно расстроился такого не ожидал ну вот так эта жизнь меня посмотрела с ног до головы осмотрела но так и ничего дальше не сказала когда даже сказали пока она даже руку не дала да ну вот такие бывают люди груди и что не делается все делается к лучшему это надо было ему ждать пока я до сюда в германию приеду и мы найдем друг друга ну что значит судьба да ну да ну и так хорошо провели время и погуляли много там да и но все дорого конечно да вот мы за эти три дня мы там были за одни напитки и кушать отдали 200 евро да ну это это знаете не то что вот пошел в ресторан да покушал а вот что типа вот перекусить да где-нибудь на улице там или колбаску купить или я брала вот шампиньоны жареные вкусные соусом были вот типа вот так перекусить да ну и что-нибудь сладкое эти же пряники вам показывала кокосовые все дорого напитки дорого одно пиво стоит 6 евро а еще надо за тару заплатить но потом ворачивать вам да если вы стакан отдаете вам эту за тару деньги дают но все равно за пиво 6 евро ну да представьте такие цены ну да ну ничего зато получили удовольствие на тонну и отпуск до чтобы немного отдохнуть и ни в чем себе не отказывать ну а сейчас начинаются будние планы какие сегодня сказала же да надо съездить магазин закупиться завтра уже вроде бы погода мне сегодня уже знаете такое солнце палящего нету какие-то облачки вроде бы дождик обещают но это так обещают 60 процентов а может быть а может и не быть да завтра еще нормальная погода где-то градусов на 28-30 хотим погрелить уже сыну написала придется с ногой но и мамулечке надо еще написать или позвонить как она у него время есть или нету тоже уже давно не виделись с нашими разъездами тоже уже соскучились да ну и по дому да что нужно делать надо мне мясо замариновать потом будет на гриль посмотрю еще какое мясо куплю ну и какой-то салатик надо же сделать ну может быть еще и какой-нибудь тортик или пирог сделаю ну увидите короче что буду делать все вам покажу как всегда приятного вам просмотра сегодня день закупок вот купила шампиньоны помидоры оливки вот эти вот очень люблю они с косточками но очень вкусные такие вот оливки без косточек здесь вот с такой паприкой заполненной тут у меня кукуруза в банке растительные сливки сахар сыр масло творог для упаковки такие вот мешочки по одному литру колбаса такая знаете птичья с птицей вот такой кусочек дрожжей ну или на колбаске конечно же паприку вот эту маленькую я ее прям так завтра будем грилить и прям так целиком и и ложек такой миндаль порезанный цукини это любит орешки и изюм все такое смешанное вот такой салат это женьга любит мороженое хорошо с пахты и с лимоном вот такие на хлеб мазать это вот с томатами из пепперони это тоже фито с пепперони это у меня картофельный салат он очень вкусный такой не очень много уксуса да не люблю с очень много уксуса мясо вот такое вот это свиные стейки так где-то здесь вот два килограмма сто двадцать три грамма и стоит 1378 вроде бы нормальная цена вот колбаску тоже жарить на этого чего чичи это из говяжьего мяса вот такие вот колбаски это тоже колбаска уже очень вкусно я люблю инга и не любит а я люблю она очень такая знаете много у нее специй очень такая вкусная здесь у меня взяла куриное мясо буду сегодня варить суп с капусты овощи заморозила сегодня будет такой легкий ужин это буду мариновать крылышки две вот упаковка сама мариную а здесь вот купили такой живот свинячий сколько тут три килограмма 15 евро 16 центов это будет горячим копчением коптить здесь купила себе такое домашнее платье так вам покажу ну вот такое простое такое хлопковое дома ходить чтоб сильно не потеть такой цвет понравился но сейчас это все уберу и вторую партию вам покажу здесь у меня вот ополаскиватель купила для белья на это для посуду мыть вот такие любим да уже говорила всегда покупаю бочковые огурцы тут инга вкусняшки купила такой слоеное тесто с яблоками булочки вот купили это мои как всегда белые любит такие мешки для мусора для био отходов для пищевых отходов и на свои эти вкусняшки макароны это буду такое салат делать для гриля макарон такой вот смешанный как всегда салат огурцы авокадо авокадо еще твердые надо чтобы несколько дней полежали тут у меня артишоки люблю маринованные майонез такой не шибко жирный беру да здесь две упаковки взяла очень люблю любим вот этот вот соус он с кэри и с апельсинами очень вкусный дыньку ну дынька какая-то без запаха надеюсь хоть может вкус будет перчик эти лимоны bio голубику но эти же мои знаете да вкусняшки не могу без них хотя дорогие три с чем-то но все равно два разных сорта взяла какие-то вот эти новые итальянские надеюсь что вкусны ну и два вот лочка два пучка ну и еще купила сейчас покажу заехали по дороге вернее не заехали по дороге ехали частники стояли продавали овощи фрукты покажу что еще купила забыла же вам как всегда до цены озвучить вот за все это заплатили 153 евро 40 центов до такой продуктов все меньше до цены все больше но куда деваться кушать все равно нужно это сейчас везде по миру цены такие загибают да а все равно кушать нужно вот да что купила у фермеров такие прикозы надеюсь что будут сладки потому что с абрикозами у нас даже в магазине проблема они всегда у нас очень редко когда вкусные обычно вот такие кита безвкусные два нектарин чека таинга любит вот такие помидорчики попросились понравились мне крыжовник очень люблю крыжовник такой крупный уже попробовал один очень сладкий но очень редко у нас бывает да это вот по сезону такой вкуснятина надо вот такой вот именно сорт мне найти еще купить посадить узнаете покупаешь одно как кошку в мешке на что цветы что вот ягоды покупаешь одно там совсем другое поэтому никак не решусь вот крыжовник купить здесь вот редька вот такая красная и белая ну так просто порезать чисто покушать или на салат не он за все это заплатили 15 евро ну ничего зато все свежие и как сказать да свежие и надеюсь что вкусное хотела показать может кто не знает чтобы вот зелень зелень или вот зеленый лук до подольше в холодильнике хранилась до не вяло не вот так вот бумажное полотенце мочу вот так вот заворачиваю да вы можете обыкновенное полотенце взять вот так полностью заверну еще в фольгу и она может два-три дня лежать и никогда не подвянет будет всегда свежим может кому-то такой как сказать метод пригодится муж кто еще не знает смотрите какая у меня прелесть я маш горшочек подходит это у меня от мамы горшочек горшочек кувшинчик называется да ну смотрите что новое купила эти подушки чтобы вот к этому подходили ковру сутопич пасы кисы но не совсем голубое цвета морской волны все равно подходит лучше чем зеленые были ну это моя так и поет хорошая это посмотрите на эту красоту у нас свет повернул такой цвет такой темно-темно бордовый почти как как черный но не черный эти тоже хорошо опять их удобрили хорошо разрослись вот новая штучка у нас купили в рыбеле помните вам на видео показывала наверно такая ручная работа из дерева и с настоящими перышками так они хорошо крутятся веселушки эти тоже ничего уже разрастается видите а так бы готовая купил 20 евро или как минимум 15 бы отдал а так на может сколько и может ой раз 6 или даже меньше 5 наверно заплатила за них ну тут цветочки уже так с коврик закрылся солнца нету эти тоже уже подсыхают герания хорошо этот еще посмотрите какая красота сейчас все обобрала тут все было полно прям целое ведро на нас собирала еще из дерева поснимала этот хибискус посмотрите спрятался работник сколько пыльцы много красиво все цветет ну конечно один два дня и все это падает все эти лепесточки да ну вот эти вот много бусыр от него но красивые люблю я его хибискус напоминает мне вот накрытие они вообще же везде да еще такие красные а это у меня розовый а тут тоже герания что-то не очень здесь и нравится эти вот хорошо колокольчики эти два засохли думала может отойдут так они отошли как приехали убрал их надо новые два посадить эти хорошо разрослись да тоже вот начинают новые набирает цветов начинается дождик тут лаванда моя конечно поэтому ее подрезала видите такая аж тут прям сюда все наклонилась не обрезалась чтобы не выбрасывать вазочку поставила шмели это сколько шмели эти вот цветут так и хорошенький а тут смотрите клубничка еще одна надо попробовать сладкая два не волос мы это тоже хорошо видит свет набрал скоро будет цвести химил лучок на весь лук маленько подрезала заморозила ну трава конечно видите все уже не только там выгоревшая и здесь здесь еще из-за вишни вот так еще инга пособирала все на щеку где падает при такой жаре видите нету смысла вообще ничего с травой делать по засохнет но я тоже собрала видела видели до варенье сварила перед тем как уезжали хорошо успела то видите на три дня еще и задержались то вон у меня все испортилась малинка уже все наверное ну кое-где еще есть маленькие вот так уже кончается не знаю может еще будет вообще-то но у меня все лето ну какая-то прибаливает не такой цвет гладиолус прицепила это тоже обрезала вазочки стояла вам не показывала это вот одно мне единственное единственное еще в том углу такая же этот герлин чик посмотрим какого цвета должен быть красные а там неизвестно какой до гладиолусы было тоже написано фиолетовые а стали розовыми тоже вот их привязал но все равно из-за ветра видите падает красавчик вот так вам красоту покажу надо его сюда вот так чтобы туда-сюда не шатался такая красота и этот вот подвязал вот еще 2 но этот что-то этому не нравится здесь еле-еле тоже видите гортензии за этой жары все засыхает этот здесь еще гладиолусы там еще один эти так и не срезала но еще не было времени при такой жаре видите такие сливы уже ветка аж тяжелая висит хоть бы не сломалась у нас один год как-то две такие большущие ветки сломались прям вот видите тут еще даже есть этот черенок такая вот толстая была ед мой сколько мураши это и столько от тяжести слив да прям вот она такая толстая боюсь она сломалась две ветки с этой стороны и стоя еще но я тогда в тот год тоже 20 на 20 килограмм с этого дерева сняла обычно даже мураши то не должны откуда-то они по кустарнику наверно сюда мама наблюдала что они оттуда сюда передвигаются потому что здесь тоже намазаны не должно бы было быть чтоб лазили так водичка тут заменила ведь уже накрапывает дождик ну хоть маленько как сказать хоть может освежить а то прям духота невозможная у нас не это не жара а духота на крите тоже жарко но там жарко там есть хоть чем дышать а тут прям душно давит давит такой влажный климат давит на прям на мозги давит ничего не соображаешь такой жаре от макс туда масса спрашивая чуинга делает ведь все убираю дождик же начинается но теперь хорошо это вот поставили можно закрыть да и дождик сюда не 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 капает можно хоть на свежем воздухе сидеть и дождиком тоже можно наслаждаться ну а так вам показала новости сада наконец-то у нас долгожданный дождичек пошел хоть немного задышали человеку не угодишь то жарко то холодно смотрите как работают мои птенчики ну аж прям так свежо стало прелесть тоже говорить как прекрасно наконец-то везде окна открыли нараспашку что проветрилось потому что везде жара стоит хотя в доме ничего нормально мы вчера же говорила весь день сидели в доме когда жалюзи опущены то нормально было даже клейму этот кондиционер не включали на насколько зарядил вроде бы на час-два потом должно опять солнышко выглянуть посмотрим может радуга снова появится сегодня буду готовить обыкновенный суп да тут у меня вот косточка от индюшиной грудки косточка вот осталось еще вот куриное мясо положила и вот свежий лавровый лист и вот тимьян прям так веточками но потом веточки можно убрать ну и накрываю крючку перец соль и еще белый перчик все это у меня закипит поварится потом вот видите такую заготовку делать делаю до говорила уже наверное всегда что мне остается до уезжаем чтобы не пропадать если меня капуста морковка перчик прям крупно порезала кусок кусками и тут еще и квашеная капуста да и еще вот картошку почищу порежу лук зажарку сделаю вот такой будет у меня супик ну вам уже покажу когда будет готовый ну вот что в итоге у меня получился такой супик видите добавила еще сюда куркумы обязательно везде добавляйте куркуму этот уже лавровый лист можно вытащить он уже свою миссию выполнил потому что куркума очень полезно особенно у женщин да у кого суставы больные даже рекомендуется принимать капсулы да там очень большая доза этой куркумы и они очень помогают при артрозах артритах очень хорошо поэтому везде добавляйте но видите цвет хороший дает и вкус ну и сюда еще паприки сладкой копченые добавила ну порошок такой супик если уже видите вытащила тимьян и косточку чем маленько мяско тут еще обрезала это уже жилых можно выбросить у него час зелень добавлю да если получится вот эти одной рукой ну так уже камеру сейчас не буду выключать и будем ужинать такой вот быстрый супик уже соскучились по супу это все в сухомятку на этих праздниках с этими булочками да колбасками захотелось супца вот так вот любые овощи можете заморать замораживать да уже порционно и вот когда быстро надо чтоб не резать три часа быстро приготовил и все видите какой супик надеюсь инга понравится тут же мне рассказывала да и капуста и перчик и квашеная капуста маленько для вкуса то также пресная будет ну и вот куриное мясо и маленько было не уши на косточка такой вот наваристый сейчас будем ужинать перца надо любить острых удачу шафки ног на фельдом бисерта на кукума учуял что вкус какой-то другой я беру меня и мазон сны бостон притчин анд нет пусма бисе на в отвлете гэсс говорю надо что-то жидкого покушать говорила же да что скучились тут тоже пробовать то есть но хенчин флэш тренна куриное мясо сказал ну вкусненький супчик витамины нравишься витаминные полезны хорошо приготовила наелись теперь сидим аж спотели в бесаух нас да такая вот так жарко от супа дозик прошел теперь солнце было теперь опять солнце ушло а ветра никакого знаете даже моя это колокольчик мой музыку да не играет значит ветра нету прям аж спарились сидим наелись я без хлеба надо несколько килограммчиков сбросить за отпуск наели хотя много двигались но все равно что-то и воду накапливает организм надо наверное пойти к врачу кровь взять липучки проверить что-то у меня часто стали ноги отекать может чё не в порядке ну и сегодня хотела сначала тортик испечь но буду наверное завтра с утра потому что такой знаете тортик его лучше в этот же день кушать поэтому сегодня только может для крема приготовлю эту заправку остальное завтра буду с утра завтра дел много но сильные на эти крышки замариную для чтоб уже стояли ну просто мариную чесночок перец соль паприку и маленько майонеза но и вот так мочи постоит и хватит и нам не сочет спрашивает так вознагрю на резин без провода за хинга мне показывает на светильнике сидит такая большущая оса наверно ну сколько ну сантиметра три наверно ведь это что такое ну какая-то большая все мутирует ахин инзекты наверное могрю наверное даже осы будут такие большущие то ли еще будет игру такие такая погода какая-то вообще в этом году ужасная да в Рюбеле были там в куртках ходили представляете июль месяц середина июля мы днем в куртке потому что такой ветер был холодный в футболке было холодно отсюда приехали жара да рассказывала же да эти дни тридцать восемь и сорок не пойми что дождик тоже обещали ну вот покапал немного ну где-то с полчаса и то так с перерывами даже землю путем не намочил да даже не придется еще маленько подлить цветы что ли потому что мало поморосил поморосил ну хорошо бы да чтоб сильно такой дождик прошел но видели же сам я вам показал не очень-то ну вот так сидим о маленько сейчас винт ком немножко зашевелился колокольчик иначе ветер маленько на то уж прям невозможно ну вот такая такая погода да и вообще у нас вы знаете в Германии вот лето да в конце августа уже может быть прохладненько да или может наоборот сильно жарко опять да 30 градусов и вот может сегодня например 30 августа да ну я имею ввиду не сегодня а вообще да если вот последний день августа 30 да возьмем и такая жарища да по 30 а 1 сентября уже может быть утром сразу упадет на 20 градусов меньше да уже надо утром куртку одевать потому что холодно вот такие резкие какие-то вот скачки да не нормальная какое-то ну перемена да погоды надо же постепенно чтобы да из холодного в теплое из теплого в холодного а тут вот такими скачками холодно жарко холодно жарко раз и может в сентябре уже такая осень наступить а бывает надо октября в футболках еще ходим да ну днем вечером то попрохладненько а днем и год на год не приходится вообще такой климат не понять какой да и снега мало да в прошлом году вообще снега не было посмотрю что в этом году какая будет зима ну вот такая интересная такой интересный у нас климат и влажность вот это вот влажность говорю уже да не было бы жарко так жарко так сухо было бы так нет это влажность и вообще нечем дышать душно поэтому особенно у кого вот с легкими сердечники да им вот такой климат очень тяжело здесь да а потом представьте еще в квартирах да на какого-нибудь на седьмом восьмом на одиннадцатом этаже а то еще и выше где вообще так жарко да и кондиционеры тут не разрешаются ну как не разрешаются ну в окна вставлять да вот как везде в других странах вот в окна вставляют здесь такого не разрешают вот такой как у нас можете купить себе да или вентилятор а вот выход для него на улицу не имеете права сделать ну вот и сидят люди вот так парятся ну многие выезжают сейчас у нас каникулы еще в берлине да многие с детками выходят в парк да показываешь была же с вами в парках да в наших там можно на траве полежать и пикник сделать вот выходят или много нас ждут вокруг берлина озер да много ездят на озеро ну в основном уже надо это если ехать то с утра часов в семь восемь десяти уже может быть коронные места все занятые да ну да и шумно же детки же да плескаются кричат это тоже не каждому понравится ну мы в этом году даже еще на озеро купаться вот именно чтобы купаться у нас здесь даже и не ездили да ну на море вот были думали один день съездим на пляж да ну погода тогда испортилась какие-то тучки были тучки потом к вечеру распогодилось но уже не поехали ну так нагулялись по городу да может еще в другое место как-нибудь съездим еще до конца осени да на море где настоящий пляж хотела же вам показать да с этими с корзинками нашими там и с волнами может настоящая балтийская море а то все этот где были да штразунд там же все окраина да как таково таково большого пляжа по несколько километров нет ну поэтому как-нибудь надо вас еще в другое место свозить ну вот так на этом буду с вами прощаться наверное всего вам доброго позитивного и до новых встреч всем пока 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 не пока не